сразу мне перед глазами это моя мама женщина это мать женщина это жена в образах да это женщина это моей дочери а так если жизненно оценить женщина это тепло это очаг и наверное это для мужчины для меня лично женщина это не стимул жизни если бы были одни мужчины не было бы развития не было бы соревновательности не было бы стремление совершенствоваться самосовершенствоваться поэтому для меня женщина вот все эти три женщины которые я перечислил мать и жена и дети дочери они стимул к жизни к стимул к развитию я состоялся как мужчина благодаря этим женщинам это семейным психологами так говорится да я убежден и по своему опыту мужчина реализует себя вне дома в социальном обществе на работе и дома отдыхают женщина реализует по сути своей по природе себя дома быт семейный очаг это все это поле реализации для женщины и женщина должна вне дома отдыхать если женщина начинает работать меняется вот это назначение вместо того чтобы отдыхать вне дома быть в обществе реализовать показать себя посмотреть других и так далее она начинает вкалывать у нее уже меняется вот местами она уже не может уделить достаточно времени и сил для того чтобы реализовать себя в семье а это ущерб семейным отношениям это ущерб в ущерб развитию воспитания детей поэтому я считаю что женщина не должна работать ради доходов женщина может работать только для удовольствия если у него у нее есть время и желание для самореализации для удовлетворения своих каких-то эмоциональных психологических там эстетических и так далее потребности женщина может работать у меня в семье жена не работает было время когда она работала это было неправильное время потому что много что мы в это время упустили в плане воспитания детей в плане так скажем развития семейных отношений и сейчас уже 15 лет как она не работает у нас все нормально и я считаю что это самая благоприятная обстановка семье и что удивительно от того что жена не работает и при не приносит семейный бюджет денег дохода семьи не уменьшились видимо вселенная так строит так что мужчина начинает зарабатывать еще больше и обеспечивать семью не хуже чем тогда когда они работали вдвоем я считаю что нормальный воспитанный мужчина должен стремиться обеспечить свою жену и обеспечить ее красоту потому что я думаю что мужчине доставляет удовольствие обеспечивать такую женщину да когда она красивая ухоженная хорошо одетая обеспеченная это же я как мужчина обеспечил это для меня очень приятно измена это когда мужчина или женщина думая о своих там своей жене или мужи говорит что я бы мог найти получше вот если у мужа появляется какая-то такая мысль да ну ну похоже я не самую лучшую выбрал или если женщина думает думает не говорит не действует а просто даже если думает что блин похоже есть мужчина лучше чем мой муж это уже измену но в этой измене ведь виноват нет не только тот который думает если жена думает что вот так думает что есть мужчина лучше чем мой муж в основном наверное вина мужа и наоборот мне очень нравится такой тезис я не знаю кто это сказал где я услышал но я запомнил если девушка который ищет парня например додумает и то есть увидела или познакомился с парнем или мужчиной и думает о идеальный для меня человек скорее всего это чужой муж что это значит это значит мужчина никогда или редко или парень так скажем да редко бывает идеальным и соответствующим вот той жизненной концепции которой например я придерживаюсь мужчину мужчина делает жена женщина и это должно знать оба и муж должен знать и знать что он не идеален и в дальнейшем семейной жизни он должен развиваться и жена должна понимать что во первых я нам не один и не идеаль и муж не идеаль и она должна как бы вести себя так чтобы муж работал над собой и это измена и она может возник тогда когда человек не развивается ну я думаю что жена может начать думать так если муж не развивается другого человека изменить нельзя среди моих самых близких друзей есть такие такие семьи которые придерживаются вот этой ошибочной концепции когда стараются друг друга менять то есть друг друга воспитывают и это приводит и привело уже до в этих семьях самым плачевным ситуациям когда семьи просто распадаются пытаясь друг друга изменить надо иметь изменить себя то есть признать что я не идеален начать заниматься над собой и в ответ твоя пара твоя жена или твой муж они тоже будут меняться это закон жизни в моем представлении женщина это статичное как бы существо субъект изначально идеальная то есть женщина в моем представлении девушка да там ребенок женского пола рождается идеальной у нее все качества важные для женщины есть доброта нежность заботливость да и так далее то есть вот это все есть а мужчина и парень мальчик рождается без никаких качеств которые нужны ему как мужчине там выносливость сила упорство трудолюбие и так далее они воспитываются по ходу жизни поэтому мальчики воспитываются по ходу жизни преодолевая каждый раз препятствия и приобретать свои самые ценные качества а женщина она должна стараться сохранить свои эти женские качества если женщина начинает стараться и там работать над приобретением тех качеств которых характера мужчина например там выносливости силы там жесткости и так далее она начинает терять свои нежность и вот эти качества нежности любви и так далее и вот в этом когда заключается ошибка вот если женщина вот я сама не отменяет и раздражает если я могу это делать если это дело мужское например да там обеспечение безопасности обеспечение финансовой деятельности какой-то физический труд да и так далее если я есть рядом то женщина должна обратиться ко мне нужно надо допустим да и возложить эти эти обязанности не если при этом она старается сама этим заниматься например да это меня раздражает то есть это я это понимаю как недоверие ко мне я уж с молодости замечал красивые самоуверенные бойкие такие достигаторы женщины они пугают мужчин именно из-за того что мужчина ищет себе женщину которая не будет покушаться на его роль достигаторство это роль мужчины достигать всего должен мужчина если женщина начинает достигать больших высот социальных трудовых карьерных и так далее это пугает мужчина потому что это вызов мужчине мужчина должен быть еще больше достигатор да и начинает мужчина бояться я смогу быть еще больше достигатором еще большего достичь чем моя жена вместо того чтобы начать работать над собой и большего достичь такие мужчины начинают избегать опять-таки много семей из моего ближнего окружения где в семье где женщин достигли определенных социальных статусов там положений мужчина начинают пить изменять до уходить от семьи не из-за того что они не любят друг друга и не из-за того что просто вот боязнь мужчина что она теряет статус по сравнению своим женщиной приводит тому что она начинает они начинают деградировать это вина самый мужчина самих мужчин то есть они вместо того чтобы начать еще больше упорно работать над собой начинать винить в этом женщину искать в ней какие-то ошибки например да но она на работе достигла но зато дома там ну допустим гардин там не так висят там на полу волосик лежит например тарелки не не чистые например да и начинают докапываться принижать ее социальный статус в других областях это приводит конфликт это разговаривать все мысли относительно отношений надо вслух проговорить не надо стараться что там я буду вот там молчать там денек она сама догадается или наоборот например даже на так это во многих семьях такая практика есть они если что-то там какой-то конфликт начинать перестает говорить разговаривать как будто в друг друга на наказывать это тупиковый вариант мой опыт говорит что всегда надо говорить любой вопрос приятный неприятные которые касаются семейных отношений надо озвучить как только вы озвучили себя высвобождаете это становится понятно жене и мужу и соответственно происходят общение снятия всех барьеров таких советов было очень много я вырос достаточно авторитарной семье у меня отец руководитель достаточно жестко такой руководитель изначально тоже были много ошибок нашей семье не было общение вот это общение не приветствовалось среди моих родственников например брат например да увидев как я общаюсь со своей супругой советуюсь по любым вопросам семейными так далее немножко раздражался и меня критиковал обвиняйте меня в том что я ну не совсем так скажем жёсткий мужчина да то есть так нельзя там ну давай покажи свою там тоже там глава семьи там сказал отрезал например да и тогда в то время я думал что это правильно и через некоторое время через несколько лет семейной жизни это понял и мы совместно уже преодолели эти вещи мы поняли что это был неправильно и сейчас стараемся по-другому и еще но такая касается конечно не совсем отношения муж-жена ась и воспитание детей были неправильные советы сторон старших то есть что детей надо воспитать жесткости там ограничений путем там наказание поощрения тоже была неправильная подсказка потому что дети тоже сразу все понимают их и с ними тоже надо общаться объяснять должно быть все эти элементы в полном объеме и именно тогда когда ожидают они друг друга это надо надо слушать друг друга да надо уметь замечать потому что женщина она дает сигналы когда ей что надо когда привести цветы да как когда немножко там красивые слова сказать или когда надо например вместе куда-то съездите там на отдых или кино поэтому просто надо быть чуткими друг другу и однозначно все элементы должны присутствовать наверное признание да наверное любовь наверное вот отношения я думаю женщину семейную женщину до замужнюю женщину делать счастливой успешным уж у меня такое впечатление чем муж успешнее достигает результатов обществе на работе и так далее чем тем женщина себя чувствовать себя счастливой